Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплиновплей Сразу предупреждаю, если вдруг что-то начнётся с флэс-с вебкой, короче, не то изображение Значит, флэшка опять начинает тупить Я не знаю, почему я вроде её форматнул, ааа... С камой камерой, хер её пойми Короче говоря, мы с вами напоминаю, вот здесь кровать, мы находимся на шоссе Сзади там, по идее, у нас где-то должен родить медведь Я думаю, мы его, может быть, завалили, а может быть и нет. Главное, чтобы он уходом, я прям не стоял, не караулил, собака такая. Едрить, твою мать. И где он? Интересный вопрос. Может, он подох? Хотя, кстати, его следы должны были, наверное, быть, остаться. Но его почему-то здесь нет. Может быть, он реально куда-то ушел и сдох, потому что мы в него стрельнули. Ладненько. Мы с вами продолжаем облутывать местные домишки, потому что у нас менее часа дневного времени. Мы пока, в принципе, нормально себя во всем чувствуем. Будем пока что лутать, залутывать. Что такое? Картонные спички. Хорошо. Найден новое местоположение. Домик. Нормальное местоположение. Поехали, продолжаем. Выдвижной ящик. Да-да-да. Да-да-да. Я знаю, что я в прошлом выпуске порвал носки. Просто заспамили все комментарии абсолютно. Я не понимаю, зачем писать сто раз, если до вас уже миллион раз это было написано. Хлопчатые бумажные кальсоны. И я еще их не надел. Правильно я понимаю? Мне что-то такое писали. Так. Я порвал носки. Давай поремонтируем. Какая разница? Ну порвали и порвали. Ну что ж теперь? Обязательно об этом каждый раз писать теперь. Ну и ничего страшного. Носки, а не носки. Что с ними такого случится-то? Говно это все. Так, отлично. Назад. Носки 100%. Все хорошо. Что у меня с кальсонами? Здесь все нормально. Кальсон где-то взял. Давайте. Вот рву. Рву те, которые не надеты. Правильно? Правильно. Давай собираем. И, кстати, спасибо вам за то, что вы пишете про фонарь. Потому что я что-то реально сомневаюсь в том, что у меня от фонаря что-то будет. Но если мы будем разбирать фонарь, у нас, по идее, должно топливо сливаться обратно. Который фонарь мы разбираем, который, например, где-то подбираем, а он нам не нужен. Вот там типа топливо должно назад появляться. Так, отлично. Здесь ничего нет. Поехали дальше. Медведи. Главное, полить медведя. Потому что эта собака может вырваться, наверное, из любой, короче, неположенной нам той... А, это что, все, что ли? Да вы издеваетесь, что столько мало домов я облутал, что ли? Нет, он вообще не весел. Но там, в принципе, еще дом есть. Так, медведя я не вижу. Шкуры этой здесь нет. Значит, я пока, наверное, в относительной безопасности. Пойдемте в другой домик еще зайдем. И здесь где-то надо будет переночевать. Потому что... Ночь у нас на дворе. А что, кстати, по ночам-то не очень хорошо. Где мои спички? Опачки. Во! О, этот домик мне нравится побольше. Потому что здесь... Ой, хвари, вообще отличный домик. Здесь чего только нет. Чего здесь только нет? Этот домик хороший, этот домик мне нравится. Здесь, наверное, я и останусь. Тут и ящички, и все подряд. А у нас есть гвоздодерна. Вообще насрать на то, что он закрыт. Опачки. Чего у нас там? Давай. Удиви меня. Хорош. Удиви меня еще чем-нибудь. Пусто. Здесь чего? Не буду пока спичку тратить. Пока видно, что нажимаю. Отлично. Здесь еще где-то был этот ящик. Вот он. А в остальном надо поджечь спичку и подождать. Так, хорош. Ну, вообще, еды, короче, набираем прям полно. Э, что такое? Иди-ка. Где спички-то? Вот они. Опа. Чего еще? Ой, смотри-ка, топливо для фонаря. Хорош. Еще пластмассовый контейнер. Вообще красота. Пустой, так, правда, но да ладно. Так, я так думаю, что мы сейчас с вами никуда не пойдем, потому что там уже ночь, там уже темно. Давайте, наверное, спать здесь. Холод и жуткая жажда, да? Давайте его чем-нибудь напоим какой-нибудь тухлой газировкой. Так, вот это давай выпьем. Она потому что будет тухнуть, если мы будем ее хоронить. Вода ничего с ней не станет. А вот газировку надо бы, короче, ухлестывать. И тухлые всякие печеньки тоже надо сожрать. Не заболеет он, наверное? Да, если и заболеет, ну подумаешь. Не надо мне постоянно писать про то, что я что-то не то беру. Я понимаю, что я взял, короче, не те антисептики. Ну, я их взял, я же объяснял, потому что они мне пока что нужнее. Их надо быстрее использовать, пока они совсем не протухли. Вот поэтому. Так, что у нас там? Сколько? 9 часов. Давайте храпанем. Часов, наверное, 5. Он сейчас там будет опять хотеть дико пить, мне так кажется. И пожрать он будет хотеть. Мы его сейчас накормим и обратно спать положим. А днем пойдем исследовать. Днем пойдем расследовать и все это смотреть. Так, жуткая жажда. Есть еще какая-то газировка-то здесь? Нету нихера. Ну ладно, попей. Кормить пока его не буду. Хотя он крекер, наверное, можно будет ему схерачить. Да? 600. Ну-ка. 22 процента. По идее, они очень тухлые. Но в конце концов, это всего лишь печеньки. Что им будет-то? Опачки. Что там по воде? Нормально все. Так, сколько у нас там? 4 часа. Значит, спим, короче, мы 6. И выходим в самый, так сказать, солнечный, радужный обстановка. Обстановка, которая будет там на улице. Осталось у нас 1 часа в дневном времени. Так, хочется и пить. Опять ты хочешь пить? Сколько можно пить? Ты достал. Пьешь, 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 пьешь. Пей, нам не жалко. Опачки. И хорошо. Так, кофейку бы, конечно, еще вскипятить. Но не на чем. Здесь нет у нас... Тут. Я думал, снег сюда валит. Здесь у нас нет костра. Выходим очень аккуратно. Медведь может нас поджидать. Может быть, он придет сейчас с родственниками, с друзьями, чтобы нам, так сказать, отомстить. Жалко, что нет от него следов крови. Я же в него стрельнул. Что-то на улице. 19. Очень плохо все. По ощущениям, минус 19. Это значит, что я сейчас реально начну подыхать от этого мороза. Я в него, если я ничего не путаю, стрелял то ли из первого, то ли из второго домика. Но следов крови здесь уже нет. Я их, в принципе, уже здесь даже не найду, потому что все замело. Так, холодно. Холодно прям очень сильно, холодно. Ну а что поделаешь? Ты не обыскиваешься? Наверное, мы сейчас с вами пойдем обрыскивать вон телом домушки на озере, потому что их вроде как полно. Но все равно холодно. Прям очень холодно. Минус 20 градусов. Да ты что? Давайте еще часик. Просто еще часик. Ну, может быть, немного потеплеет, потому что слишком холодно для этого. Давайте на мягкой кровати поспим. Мягкая, хорошая, шикарная, просторная. Я, наверное, надеюсь, удобная кровать. Все, хорош, уже час-то прошел. Во, что там у нас? 8 градусов здесь в домике, отлично. На улице чего? Ну вот, другое дело. 10 градусов совершенно все иначе выглядит. А то ни хера себе в 20-ку иди, говорит, гуляй. Не, спасибо, в 20... Это пенек. В 20-ку я не пойду. Опачки, топор. А что с моим топором? Мой топор чего там? Мой топор 51%. А у тебя сколько здесь? 77%. Так, окей, я возьму, а свой это, наверное, выкину. Пускай тут валяется. Так, бросить. Если что, запомнил, он у меня здесь. Не буду я прятать его по ящикам, все равно никуда не пропадет. Кроме меня тут никто не ходит. Пойдем по домушкам. Пойдем по домушкам. Сейчас обрызгаем здесь домушки. А после мы попробуем с вами прогуляться по шоссе. От одного конца шоссе, так сказать, до другого конца. Чтобы увидеть масштаб. А это, кстати, может, медведь дохлый внутри валяется. Потому что, вот видите, что-то вон там такое очень сильно примечательное. Вот, скорее всего, это медведь. Он просто ушел, но не смог, потому что пуля-то дала о себе знать. Если это просто скала, то это какая-то странная скала. Скорее всего, это чей-то труп. А может быть, он просто спит. Че это такое-то? Адска! Подох, собака! Подох! Фу, тушь черного менять заморозит. Тридцать девять килограмм мяса. Нихера себе мне где столько готовить-то? А че за кура-то? Тридцать минут ножом. Сорок пять топором. Хорош вообще-то, смотри. Так, сколько? Пятьдесят двадцать пять. Ну смотри, замороженное, да, лучше, короче, этим. Я пока не буду с ними что делать. Наверное, он, может быть, не протухнет. Может, конечно, потрухнет. Потрухнет, но пока пусть лежит. Пусть лежит, запомним, что он рядом с этими домиками. Все-таки я его завалил, собаку такую. Может, тебя на приюшку... Нет, довольно-то темный, нахер-то мне нужно. Вон еще! А, это волк, сука. Вон там волк идет, смотри. Вот рядом с лодками. Вон, падла, идет волк, отвечаю. Не буду я пока его тревожить ничем. Он меня, в принципе, не убьет. Главное, чтоб штаны мои эти, ботинки мои не порвал. А то ведь жалко будет совсем. То ли на эту локацию, то ли на прошлую. Говорили, скорее всего, на эту. Что здесь есть какая-то вышка. То ли ли линия электропередачи, то ли типа того. И там типа туда тоже надо сходить. Там что-то должно быть. Сходим, посмотрим. Мы отсюда пока с этой локации... Ой, хороший набор для шитя. От этой локации мы с вами далеко уходить пока что не будем. Потому что локация огромная. Я так понимаю. И надо ее потщатнее все обрыскать. Согреет тело. Но руки открыты. Очень легкие. Нахер мне не нужен. Удочка это хорошо. В принципе, у нас валяется огромный медведь. У нас есть рядом рыбацкие дырочки. У нас есть волк. Что там по нас по весу-то? 35 кило. Надо половину, короче, сходить и половину выложить куда-нибудь в ящики. Потому что это все мне немножко мешается. Так, волк уходит. Давайте мы, наверное, от волка пойдем туда дальше. Там еще одна домушка, правда, очень далеко. И запомним, медведь есть. Ну а что с медведем будет? Он замороженный. Вон еще один лок, кстати, идет. Он замороженный. По идее, мороженое мясо протухнуть не может. Оно же как бы в этом заледенелое. Значит, в нем бактерии не должны размножаться в абсолютном минусе там или в чем это. И значит, он будет лежать до лучших времен, пока мы его не залутаем. Пока мы его не обрыщим, не обыщем. Не соберем с него 30 кг мяса. Я не понимаю, куда здесь столько мяса можно потратить. Этим мясом можно питаться месяц, наверное. Сейчас бы было, конечно, неплохо вернуться назад. Бляха, тут волков смотри сколько. Раз волк. Два волк вон. Три вон волк. Вон там где-то еще собака ходит одна. Что-то прям волков разгулилось охереть как много. Ну хорошо, что они далеко и меня не видят. Это меня радует немного. Но здесь реально очень-очень-очень дохера. Что-то прям какая-то странная здесь атмосферка волчья. Вроде это не какие-то там пещеры, не какие-то нычки волковские. Это просто, короче, озеро. Еще одно очередное озеро, которое огибает шоссе, в честь которого и названа текущая локация. Но волков что-то очень много. Главное, чтобы они на меня не побежали. Потому что тратить опять патроны, тратить фаеры, вообще прям нет никакого желания. Просто гуляем по озеру и обыскиваем домушки. А потом, когда мы обыщем все эти домушки, мы пойдем гулять по шоссе. Нам надо посмотреть действительно размер этой локации. Прогуляться по кругу. Никуда в следующую локацию я пока не пойду. Потому что смысла в этом нет. Мы еще здесь нихера не обрыскали. Опять-таки я вам скажу. У нас есть про запас дохлый медведь. Но у нас негде разводить костер, кроме как вот в этих печках. И вот это, если честно, немножко не очень хорошо. Так, кедровые дрова, леска, шоколадный батончик, рулон, газетка, леска, дрова. Я предлагаю все это забрать. И в тех домушках немножко все поскидывать. Запомнить, что у нас там все до хера будет лежать. Блин, а что ничего нет? Сколько веса-то? 36 килограмм. Ладно, ничего страшного пока. Холодно ему, да? Что там с волком-то? Ушел. Где следующая домушка? Где следующая моя цель? Опа! Ага, смотри-ка, еще один дом вижу на горе. Пойдем сначала туда. Можно было, конечно, бы остановиться в этом доме. Но, судя по количеству волков, которые гуляют вокруг этой горки, там не очень безопасное место. Но там до хера кроликов. Смотри-ка. Раз кролик бежит. Вот точка. Вон там еще кролик, по-моему, сидит какой-то. Вон кролик бежит. Тут до хера крольчасти. Тут вообще такая живо, скажешь, живо. Тут три кролика бегает. Ни хера себе. Опять музыка, опять дом. Я же тебе говорю, ну что же вы все время не верите мне никогда. Вон там два волка ходят, смотри. Да охереть, тут живописный район. Тут зоопарк можно открывать. Тут что только нету. Блин, реально вообще беда. Я не буду, короче, сейчас тратить патрон на волка, потому что в таких гористых местах я по-любому по нему промахнусь. Лучше зажечь фаер и обезопасить... Опачки, здоровый чувак. Лучше зажечь фаер и обезопасить себя буквально на сто процентов от того, что это падло на меня нападет. Остров Рогатого Зайца. Да? Да я тут осмотрю, здесь зайцев-то полно бегает. Потому что Рогатый здесь у них предводитель жил. В честь него даже остров вон назвали. Ни хера себе. Какой заслуженный заяц. Здесь реально смотри, сколько их бегает. Прям до хера. Я надеюсь, ты тут не сломаешься у меня. По-моему, пока ничего не предвещает, что он себе что-нибудь потянет. Хотя хера узнает. Да, это реально домушка. Огромная такая. С предбанником, так сказать. С заходом. Может быть там... А, она закрыта, что ли? Нет, открыта. Так, шиповник. Это у нас для приманки, по-моему, на Зайца, да? А может быть из него можно что-то варить? Я точно не помню. Плоды шиповника 8 штук собрал. Нормально. Вокруг домика сейчас обойдем. Осмотрим, так сказать, окрестности. Посмотрим, что тут может быть еще полезного. Температура минус 7. Так, ну вон еще домушку вижу. Вон домушка вижу. По идее, вокруг этого... По этому озеру ничего кроме домушки-то полезного-то и нет. Ну, обрыщим, посмотрим. Может что-нибудь великого там найдем. Может гвоздодерма еще ручки одну. Главное, что двери открываются. О! Смотри, тут даже микроволновка есть. Так, прибрежный домик. Отлично. Что тут, что тут, что тут? Духовка. Хорош, приготовленный ленинг. Один килограмм. Вообще неплохо так. Кто-то мне оставил. Так, убери. Ой, а тигрен дом-то здоровый. Он двухкомнатный. Охереть. Давай, давай, давай. Томатный супец. Сгущёночка. Нормалек вообще. В этом доме мы налутаем столько так. А в этом доме мы уже налутались хорошо. Мы, по-моему, в тех трех домах столько не нашли, сколько уже здесь нашли. И сгущенка тут те, и мясо готовое. И микроволновка, правда, пустая. Ну, ладно. Хоть что-то. Так, сейчас пойдем. Я знаю, там я видел еще сверху полки, еще там сейчас порыщим. Но сначала, так сказать, нижний этаж. Обсмотрим, что такое килька. Сардины. Да, та же самая килька, по-моему. И с фасолью. Блин, здесь реально полно всего. Кто-то здесь жил, вообще наживал добра. Добра нам нажил. И помер, по ходу дела. Ой, король. Ну, ты смотри, прям очень-очень всего много. Прям красота. Мне очень сильно нравится этот домик. Но он находится слишком... А, ее разбить можно. Он находится слишком как-то в неудобном месте. Посредине озера, покруженного волками. Хотя зайцы, конечно, с другой стороны. С них бы шкуру поздирать. Потому что нам с вами надо сделать зайчи. Да тут три комнаты. Ты посмотри, какой огромный. Охереть. Домуля вообще хороша. Да че, и в шкафу, короче, одежки что ли никакой нет? Ну что же, какие жадные-то. В шкафу, по-любому, должна была одежка от прошлых хозяев остаться. Ой, шестяная шапка. Это хорошо. У меня, по-моему, другая какая-то похуже. Так, 0904-11. Лыжная шапка, канадская вязаная шапка. Согреет тело, но руки... А, нет, а где она? А, вот она. 08 и 0. А это какая-то плохая, да, шапка-то? Она прям хуже, по-моему, чем эта. Простая шерстяная шапка. Ну, лыжная шапка, наверное, она должна быть лучше. Хотя, может, конечно, попробовать поцепа... Ну, у нее ветростойкости вообще никакого нет. Херня. Так, ладно, давайте это разорвем. Ткань себе сделаем из этой шапки, которую сейчас мы сделаем, вот из этого жилета, который я порвал. Так, и эта шапка. Не, мне кажется, она хуже. Потому что у нее, смотрите, при 81% 0 вонус ветростойкости. А у этой один. Правда, это почти 100%. Но нет, ладно. Так, собрать. Собирай. Лишние вещи нахер не нужны. Окей. Что-то не видно ни хера. Ой, тихо, нет-нет-нет. Я спичку хочу зажечь. Во. Вроде больше ничего здесь не упустил. Ага, отлично. Так, сколько? 0,46 керосина. Ну, давай попробуем, давай попробуем разорвать. Допустим, смотри-ка. А, у нас здесь керосина сколько? 60, 0,70 и 0,33. Если я разберу этот фонарь. Ну-ка. Ремонт. Нет, собрать. Поехали. Металлолом 1. А, да, смотри, 46 литров керосина. 0,46 литров керосина мы с вами получили. Отлично. Это на самом деле хорошо. Буду теперь иметь в виду. Я почему-то раньше сомневался, потому что там не писали, что можно взять керосин, там написано только металлолом. Но мне про это писали, я помню. Писали, писали, но я почему-то не доверял так этому. Так, шерстяные носки. Теплые и плотные. Такие же, как у меня, правильно я понимаю? Эх, а я так и носки-то. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чё мне-то-то? Я их так и не надел. Отремонтировал, не надел. Ну, бывает такое со мной. Что ж теперь? Так, повязка. Это мне чё-то лежит. Чё это? Ничего. Металлическая лампа. Так, подожди-ка. А, вот ещё и ванна есть. Подожди-ка, а неужели в этом доме не будет плиты? Которую можно поджечь, пожарить мясо, отдохнуть спокойно. Может быть, ещё чё-то сделать. Да чё же вы все пустые-то? Талкан. Так, две ткани. Нет, спасибо, не надо. Нормальный тот шоколадки прячется в аптечке. Ага, вот оно. Я чё-то и думаю, как странно, что в аптечке лежит только шоколадка. В принципе, можно было, наверное, и помыться, но здесь холодновато. Надо посмотреть, сколько здесь градусов внутри. Здесь минус три, по ощущению, девять. Ну, вообще хорошо. И зеркало нет. Представляешь, наш главный герой не может сам на себя посмотреть и не может понять, в чём он превратился. Так, ни хера себе, волки. Вообще на приюшке нормально будет. Смотри, 18 минута. Хороший дом напишу. И волков вот эта. Картинка хорошая. Кто-то тут ценитель какой-то жил. Не, реально. Ах, ни хера себе. Тебя-то я не заметил. Дорогой ты мой друг. В морозилке должно быть мясо. Нет. Тебя нельзя поджечь, да? Сука, прикинь. Тут реально полно картин. Олени, волки. Всякая хренатень. Всё обыскал. Всё обыскал. Ладно, пойдём в другую комнату. Ах, сука, телек. Жалко. Телек такой классный. Смотри, здоровый. Кто-то его сломал. Так, это чашки, ложки. Скамейки. Книжки. Стол, стул. Блин, что-то маловато здесь реально так-то. Вроде такой агрона... Агрона... Агра... Ага, сука. Агрокомнатный дом. В смысле, что комната до хера. Но по соотношению количества... Ой, хоккеисты. Нормально так. По соотношению количества припасов... Опачки. Ну, хотя, нет. До хера нашли. Хватит нам. Какая-то женщина. Женщина и мужчина. Ледокол практически. Походу, дело, кому-то я забрался. И кто-то не особо будет рад, наверное, тому, что я здесь побывал. Так, хочется пить и голод. Ну, давайте. Газировочкой. На, вот, попей. Чтобы и того, и того сразу прибавить. Голод. Опять-то голод. Да ни хера себе. На крикер сожри. Они всё равно тухлые. Ладно, не заболей. Спасибо. Спасибо. Так, ну и пить он пока не будет. Это всё получается? Мы сейчас выйдем с той стороны, в которую могли зайти, но не вошли. Да. Что у нас тут? Ноль градусов по ощущению. Отличненько. Так, давайте сориентируемся. Где я? Ага, с этой стороны я заходил. Всё правильно. С этой стороны я заходил. Значит, в какую-то вон там, вон, будку я не зашёл. Ну, пойдём. Сколько нас килограмм-то? 41 килограмм. Охерительно большой перевес. Прям реально большой. Тихо, тихо ты. Не ломайся. Там ещё, кстати, мох есть. Здесь что-то вообще ни одного верстака я до сих пор не встретил. Ни верстака, ни печки, кроме как вон в этих... В домушках в этих, в рыбацких. Это, кстати, не очень хорошо. Это меня не радует. Вон там у нас, получается, где-то домушки эти, да? Правильно? Из этой мы... А, из этой мы сходили. Вон там где-то я ещё одну заприметил. Блин, тут здесь снег, не видно ни хера. Там волк. Насякий пожарный. Прямо он очень близко. Смотри, вон там ещё волк ходит. Тут реально на кругом одни волки. Они же должны быть в лесу. Почему они шастают здесь-то? Шесть часов. Конечно, они шастают здесь, потому что здесь дохера кроликов, но с другой стороны они должны быть более, наверное, осмотрительны. Вот так вот берут, просто и ходят по открытому месту. Это не есть хорошо. Кстати, как мне написали, по-моему, фаер должен немного отпугивать медведей. Это значит, что если на нас бросится медведь, мы должны будем зажечь этот фаер, попытаться от него отбиться. Так, ладненько, давайте-ка мы сначала сделаем иначе. Сейчас все эти домушки осматривают. Сейчас погода совершенно не для этого. Пойдём на шоссе. Мы сейчас зайдём туда, в эти домики. Положим всё лишнее куда-нибудь в ящики. Вон там, сука, медведь здоровый ходит. Вон, смотри, по-моему. Или это просто пейзаж. Положим, короче говоря, все наши припасы, которые нам пока что не требуются туда в ящички. Запомним эту набережную, эти 3-4 домика, сколько их там. И прогуляемся до той стороны шоссе. И не знаю, по кругу это шоссе идёт или нет. Если по кругу, то будет хорошо. Значит, мы оттуда начнём, вот так вот обогнём и вернёмся обратно в них. Если нет, то там будет, например, конец карты. Мы до него дойдём и пойдём назад в эту сторону. Так, вон волк, вижу, ходит, сука, точка сраная. Вон волк, вижу, ходит. Тут реально очень-очень много волков. Даже на картинах волки. В конце-то концов, представь, на картинах волки. На озере волки. На горе волки, сука. На сугробах волки. Везде одни волки. Вон мой вид ведь валяется, я вижу. Вон он, трупец валяется. Так, ладно, это меня пока не видит. Не, смотри, на середине между двух волков такой, вообще, жигарю. Беспредельщик такой, бесстрашный парень. Так, отлично, да, я иду прямо туда, куда хочу. Этот меня вроде пока не заприметил. Они, смотри-ка, они меня по кругу обходят. Они, походу, хотят, короче, вот так вот сделать. Потом круг всё будет сужаться, сужаться, сужаться. Под конец херак они меня в одной точке возьмут. Сожрут. Знаем, знаем таких, знаем, сука, ваши волчьи манёвры. Нихера она меняет, не сработает. Главное, что впереди волка не было. Эти-то, ладно. Этих мы уже обошли. Вон медведь. Это хорошо. Медведь это дело полезное. И в нём 39 килограмм мяса. Но! Бляха, там волк всё-таки сейчас стоит. Смотри, он под домиками. Но это плохо, потому что... Здесь реально в домах нет нигде печек. Дома у печки вот в этих домушках. И, кстати, эти собаки, наверное, волчьи породы. Они же, наверное, смогут сожрать моего медведя. Если я вовремя его не соберу. Насколько я помню, да, там же было 39 килограмм. 39,5, по-моему. Это херово. Можно, конечно, вот эту волка сейчас завалить. Собрать с него шкуру. Хотя это пока дело-то бессмысленное. Мне это не надо сейчас. Волчьи шкуры у меня 4 штуки есть. Они сушатся там, на тех локациях. На этой локации я вряд ли 4 волков смогу завалить. Хотя почему нет? Сколько у меня патронов? У меня 7 в обойме, да? Правильно я понял? Сколько не 7, а... 8. И ещё 11 так. По идее можно 4 волков вальнуть. Содрать с них шкуру. Оставить их тут, 5 дней походить и... А, здесь верстака нет. Толку-то, действительно. Здесь нет верстака. Ладно. Без верстака мы тут нихера не сделаем. Хотя, конечно, можем его найти в другом месте. Я не поверю, что... Или, может быть, мы где-то уже видели верстак. Я не могу вспомнить. По-моему, нигде верстак не делал. Так, ну иди сюда. Нахер он нужен здесь. Блядь. Запалил, тварь. А бегать не может. Перевес у меня. Смотри-ка. Давай-ка ты нахер пойдёшь, слышь. Так, ну он за мной не идёт. Ладно. Чё это он задумал-то? Сука, а? Ладно, хер с тобой. Иди отсюда. Иди отсюда, говорю. Козёл. Не, надо было его завалить всё-таки с ружья. Ай, да ладно. Я мог в него просто не попасть. Хотя он вроде бежал по-ровному. По ровной траектории. В каком доме нам с вами бы основаться? Я вот пока не понимаю. Давайте вот в этом доме на Атшибе. И с него, собственно, пойдём покорять шоссе. Жалко. Жалко, конечно, мы потратили фаер. Пойдём мы с вами сначала в ту сторону. А потом пойдём в ту. Так, вон ещё волк. Вот тот же самый, наверное, да? Ладно, иди нахер. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Лягушка, смотри. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Две лягушки. Опа, одна лягушка. Опа, две лягушки. Хе-хе-хе-хе, сука. Ладненько. Давайте повыкидываем все наши нужные вещи. Здесь вот ящиков полно. Так, поехали. Значит, мы с вами, во-первых, выкидываем анти... Анти... Да? Так, это что такое? Берёзовая кора. Высушенная кожа. Ладно, две кожи сюда. Потом, что ещё? Очень много спичек. Очень много спичек. Они, конечно, весят, причём так хорошенько. Так, одну канистру отсюда выкинем. Капкан выкинем. Ой, нет, отмена. Так, капкан я выкинул. Так, древесину я пока что оставлю. Шапка это на мне. Ботинки на мне. Ножи, перчатки, бобы все надо пока скинуть. Так, сгущенка. Эту оставлю. Эту оставлю. Так, спальный мешок, крекеры, ткань. Ткань. Ладно, всю передам пока не нужна. Точилки. Так, удочки, удочки. Иди отсюда, одну выкину. Фаеры нет. Шиповник, носки. Носки, ладно, уходи. Вот этот батончик я уберу. Это тоже все уберу. Тухлое оставлю, чтобы сожрать. Остальное все уберу. Так, 37 килограмм. А что же, блядь, за перевес такой? Я не понимаю, от чего он у меня? Спички, спички, лом, хером. Блин, а вроде не должно быть такого дикого перевеса у меня. Ну-ка, секунду. Так, потяжелене. Хотя у меня мясо дохера, естественно. Консервов дохера. Консервы давайте я сейчас половину сожру. Здесь что-то так много весит. Здесь вроде ничего и не надо так много. И спички-то нихера не весит у меня. Хотя полно, конечно. Леска. Что, леска? Леску надо выкинуть. Но она тоже ничего не весит. Так, набор для шитья. Так у меня вообще ничего не весит. А что-то перебор такой дичайший. Ладненько. Давай ты будешь жрать сейчас всю эту тухлядину, чтобы она не занимала место. Давай вот это жри. Ага, теперь вот это жри. Да не должен имит рвануться в конце от концов. Так, легкий голод еще есть. Значит, тогда 10 килограмм жри вот эту сгущенку. Пока она не протухла вообще в край. Ой. Ага, не, нормально все. Окей, теперь еще это жри. А, нет, у меня по-моему все. Так, хочется пить. Чем бы тебя напоить-то? Ну ладно, давай, само собой. 37 килограмм. Охерить вообще. Я вроде все скинул. А что-то все равно дохера так весит у меня. Так, здесь что? А, у меня еще кедровые дрова. Вон, ну что. Конечно, кедровые дрова, металлолом, всякое говно. Так, ну-ка. Так, ну-ка. А почему их нельзя? Почему им здесь не показались-то? Я не понял. Так, грибы. Ага, вот кедровые дрова. Отлично. Отлично. Так, металлолом. Нахер. Леску. Нахер. Так, это нахер. Палки. Килограмм почти весит. Нет, палки я ставлю. Подожди, перевозки старой всящей мха. 9 повязок. Куда мне так много? Ставлю себе 2. 7 скину. Так, перья, спички. Ба, это патрон для ружья. Нет, это надо. Без патрона для ружья я куда соберусь. Так, килограмм простых вот. Для чего они нужны-то вообще? Что-то не особо я помню. Ну да ладно. Так, значит, эти ничего не весят почти. Топор полтора килограмма. Это тоже почти не так. Вот шиповник нахер мне. 24 ягода шиповника. 34 килограмма. Да блин, я что-то вообще что-то... Я здесь прям перегруженный. 34 килограмма. Ладно. В принципе, раз, да раз. 33 килограмма. 26 антибиотиков. Они всего весят 0,43. Но это вообще ни о чем. Они практически ничего не весят. 33 килограмма. Ну еда, вода, все это. Ладно. Оставим пока это все здесь. Пока что все вроде нормально. Легкая усталость. Ничего страшного. Поехали. Поехали. Попробуем покорить это шоссе в ту сторону. Я думаю, возможно, мы упремся в край. А может быть и нет. Файр мой погас. Погас. Что же выкинуть-то еще? Так, 2 градуса. Вообще хорош. Здесь ничего тяжелого я не вижу, кроме березовой коры и палок. Так, палки, дрова. Да они, в принципе, не так много и весят. Ладно. Ничего страшного. Пойдемте. Пойдемте бродить по шоссе. Волчара до сих пор там. Хер с ним пускай ходит. Он прям полетел у меня. Смотри, когда разгрузился чуть-чуть. Прям реально быстро пошел. Сейчас обогнем. То ли по кругу, то ли до конца карты. Может быть, еще какой-нибудь домик найдем. Может быть, найдем машину. Тут говорят, есть машина. Ты их вскрывай. Там бардачок. Бардачок тоже можно вскрывать. Не вскрывай машины, а садись в них. Так, я, кстати, очень странно замечаю одну херь. Мы с вами вроде уже столько времени выживаем. Столько времени всего обшастали, обсмотрели, облазили. А за все это время огромное. Мы с вами нашли только один гвоздодер и одно ружье. Это вообще как-то прям маловато, по-моему. Так, дом мы вон там видели, да? Вот на этой горе, если я ничего не путаю. В принципе, еще одна вон домушка. До нее бы дойти. Но нет. Давайте я оставлю эти домушки на потом. Если уж что-то прям совсем серьезное будет, будет что-то не хватать, то пойдем следовать домушки. Вы, кстати, вам такое партийное задание. Не надо писать мне, опять-таки, я повторюсь, точные маршруты, точные координаты, точное что-то еще, куда надо идти. Просто скажите, например, что на этой карте, на этой локации есть то-то и то-то. Не надо мне указывать дорогу. Это нехорошо, это неинтересно. Просто скажите, что на этой карте ты нашел то-то, то-то. Но на этой карте есть еще и то-то, и то-то. Так, отлично, наша первая тачка. Либо тебя. Так, нет. Я все-таки волков, короче, на превьюшку захерачу. Наша первая тачка. Блях, у меня даже керосин есть. Давай заправим. Опа. Че это, че это, че это? Как это взять? Че это за херня? Так. Бардачок. Че тут нам могли оставить? Батончик, само собой. Радио не работает. Так вот, че это такое отваляется-то? Может, че-то полезное? Все, что ли? Может, в другую эту сесть? Ну-ка. Ай, конечно же, естественно. Отлично. Так, че у нас тут? Еще батончик. Еще лыжная шапка. Хорош. А-а-а! Хе-хе-хе-хе. По-моему, последний раз, когда я видел шарф, я его порвал. Если я ничего не путаю. Так. Действие. Че почему? Нет ткани? Тогда, значит, мы сейчас разберем с вами вот эту шапку. Собрать ткань. И починим себе шарф и наденем его тоже до кучи. Будет вообще хорошо. Красиво. Замечательно. Так. Действие. Ремонт. Поехали. Нет. Удочкой. Чини. Чини удочкой. Нахер нам набор для шите тратить. Отличненько. Носить. Хорошо. Минус 2 градуса по ощущениям. Это что-то прям многовато. Мы вроде так сильно наделись. Бонн содержит 13 градусов. Ух, нихера себе помело. Завязывает и с этим. И, кстати говоря, если здесь будет, например, конец карты, я сейчас этому обрадуюсь, если честно. Потому что я смотрю на время, а время-то опять летит незаметно. Блондар, время вообще летит незаметно. Прямо такая красота. Да, ядрить твою мать, что так дуешь-то? Да, по-моему, это конец шоссе. То мы с вами пойдем назад, заночуем в одном из домиков. Хотя, что? Ну да, 3 часа дневного времени осталось. Это совсем немного. Как раз заночуем. Мясо у нас есть. Надо жрать. Надо выпивать воду. Надо скинуть, наверное, дрова. Дрова нам сейчас, если честно, нужны только для того, чтобы что-то пожарить. Потому что от холода он у меня не мерзнет уже ни хера. Камнепад. Новое местоположение. В смысле, вот эта вот завальная дорога и все, это есть камнепад? Может быть, там сверху что-то есть? Что-то непонятное. Ну, ладненько. Так вот, о чем я говорю-то. О том, что он сейчас у меня особо не замерзает. А если замерзает, то очень медленно. Я с собой, получается, ношу лишние ветки, лишние палки. Это не есть хорошо. И нам их, наверное, лучше оставить тоже где-нибудь. Потому что, опять-таки, костер нужен только для того, чтобы пожарить мясца. А мясца у нас пока до хера. Поэтому смысла носить с собой палки я не вижу. Какой длинный логический вывод, представляешь? Очень-очень-очень длинный вывод. Пойдемте, короче говоря, спать. Мы нашли сегодня с вами нашу первую тачку. Нашу первую точилку. Вот, с номером 071. Что-то такое. Неплохая такая тачка. Открывается. В бардачке оставили нам батончики энергетические. И в багажнике тоже оставили. Можно, конечно, еще поставить как капканчики, например. Половить зайцев. Но капкан мы с вами тоже пока что выложили. Шкока шкурок-то надо. По-моему, три штуки для заячьих варежек. Не помню точно. Так, тепло. Пока тепло. Можно, конечно, добежать вон до той еще домушки. Пока мы здесь-то. Это, кстати, будет, наверное, неплохо, да? Вот таким образом обследовать. То есть мы дошли до конца шоссе. Идем по шоссе. Увидели домушку. Сходили к ней. Осмотрели ее. Облутали. Вернулись обратно на то же место. И продвинулись дальше. По этому озеру, наверное, можно будет сходить куда-нибудь туда далеко. Потому что с окончанием дороги озера это не кончает. Потому что далеко все еще можно пройти. Этим мы займемся, наверное, попозже. Пока что у меня единственный план. Хороший такой, обоснованный. О, музыка заиграла. Значит, я иду в домик с закрытой дверью. Пока что у меня одна цель. Я хочу обойти эту карту по шоссе. Просто прогуляться по нему и понять, насколько здесь действительно огромное пространство. Тепло. Все нормально пока. Вообще отлично. Эти просто сапоги сделали мне наперед очень много хорошего. Представляешь? Из-за одних этих сапогов мы уже так сильно не теряем наше тепло. Опа, а что там? А, это мост. Кстати, под мостом надо было сходить прогуляться, что там еще посмотреть. Там всяко что-нибудь валяется. Доверь. Закрой. Отлично. Говядина. Бляха, спичек надо половину выложить. У меня спички наружу килограмм точно добавляют. Уталон, зря я его взял. А еще картонные спички. Да откуда их тут столько? Труд. Какой хороший, полезный, сука, домик. Смотри, сколько всего тут полезного мы с вами набрали. Так, ладненько. Пойдемте в наши домушки. Дверь вот так оставлю открытой, чтобы не путаться. Типа, если дверь открытая, значит я там был. Сейчас мы с вами все выложим. Побежали и ляжем спать. Сейчас мне тепло-то особо сохранять не надо. Единственное, что он может быть под лед провалится. Я, конечно, этого бы не хотел, но посмотреть на это бы я хотел. Вот так вот, одновременно и хочу, и не хочу. Это называется хотелка Шрёдингера. Одновременно хочешь и не хочешь. Хотя там не в том смысл. Там одновременно есть и нет. Да или... Ну, один хер, смысл-то один тоже практически остается. Что такое, тупик? Нет, не тупик. Ну только не говори мне, что здесь не пройдешь. Пройдешь. Ну, стри. Устает он у меня. Устает с таким весом-то ходить. Лягушки. Ну, а что поделаешь? Устал и устал. Мы сейчас этот ящик до конца забьем. Так, опачки. Что еще сейчас скину? Что я сейчас подбирал-то? Во-первых, этот гвоздодер я пока оставлю. Пока тот не сломался у меня. Спички, значит. Спичка очень дохера. Ааа, раз, два, три, четыре. Блин, да как много спичек-то у меня в конце концов. Они вроде все и по копейкам весят, но бляха, место занимают. Обосраться. Так, палки, значит. Палки скинул. Где те палки, которые палки? Так, березовая кора тоже пока не нужна. Здесь у меня чего такого не ненужного? Вяленая говядина, ее надо сожрать. Так, металлолом. Пошел в жопу. Швейный набор. Так, вот палки еще. Отлично. Спички я оставлю. Что такое повязка из мха? Простые инструменты. Для чего это не нужны-то? Я херозный. Килограмм. Ладно, скину пока. Крекеры, херекеры. Так. Одна удочка. Носки, хероски. Так, ткань. Ткань, иди отсюда. Ну и в принципе нормально. Так, чего у тебя тут? Смертельная усталость. Жрать не хочет, пить не хочет. Представляешь, сколько осталось? Два часа дневного времени. Ладненько. Давайте, короче говоря, мы с вами сейчас храпанем часик, а потом решим, что делать. Может быть, куда-нибудь еще сходить успеем за это время. А пока что ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Если у вас есть серия, ребятушки, пойдем гулять по шоссе. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.